Всем привет! Вы на канале Агент Геймс. Перед нами обновленная версия игры GTA San Andreas. В этом видео будем проверять все основные известные лазейки и лайфхаки на сюжетных миссиях и близкое к этому. Это все уже показывал на обычной версии GTA San Andreas и теперь хочется узнать, не закрыли ли разработчики некоторые лайфхаки, упрощающие прохождение отдельных миссий. И вот, например, возможность вот здесь залезть на стену никуда не делась. На миссии с закраской граффити. Это нужно для того, чтобы исключить несколько прыжков и перелазаний через заборы вон там, а сразу на крышу и закрасить последнюю граффити. Миссия «Обстрел из машины». Пока мы не сели в машину с остальными, мы имеем возможность свободно гулять по всему штату и вытворять что угодно, не получая звезд розыска. Полиции будет наплевать. И вместо того, чтобы тратить свободное время на выбивание денег из прохожих, можно посетить другие города и собрать кошерное оружие. Хоть миниган, хоть ракетную установку. Заодно поедем проверим, можно ли по старинке проникнуть в аэропорт. Да, без лицензии пилота нас стандартно в него не пускают. Другого и не ожидал. Но если через крышу сначала на будку, то потом можно попасть и на территорию аэропорта. Вот так. И теперь можно свободно полететь в другой город, никто вас не собьет. Полечу за ракетной установкой. И спокойно бежим вон к тем бакам. Да, самолеты в этом аэропорту закрыты. Зато между баков у нас вот эта вот ракетная установка. И как уже говорил, звезд розыска мы не получаем. А вот на вертолете, В вертолете, как и раньше, можно полетать куда угодно. Хоть дальше изучать карту, хоть вернуться и закончить миссию. Продолжение следует... Продолжение следует... Сама миссия тоже проходится альтернативно. С расстояния либо снайперской винтовкой, либо добытой ракетной установкой вот так. Вторжение домой... Проверяем, можно ли пройти данную миссию не нудно, чтобы не соблюдать тишину. С помощью бага со снайперской винтовкой. Как видим, игра нам подсказывает, что нужно сохранять тишину. И первое время это действительно так. Но вместо ящиков мы крадемся в спальню. Любое другое оружие не поможет. А вот если и снайперки сделать контрольный в голову... И хоть и сработала сцена, за которой обычно следует провал. Но в данном случае вызова полиции не последовало. Потому что нечем. Такой вот баг, наверное. И далее спокойно собираем ящики, уже не соблюдая тишину. Со спокойной скоростью. Даже бегом. Продолжение следует... Погрузка ящиков в доках не предусматривает никакого бага. Но здравый смысл, о котором все забывают, повторяю. После того, как перелезли забор, не надо сразу запускать райдера. Сначала зачищаем территорию. А потом, самое главное, примерно вот так расставляем ящики. Чтобы последующая погрузка была очень быстрой и простой. Опять эти долбаные ящики. Да сколько можно уже? Три ящика налево, два направо, один оставляем на погрузчике, и запускаем райдера. Это же просто. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Миссия «Жизнь — это пляж». Танцевать на ней не нужно. Нанимаем гангстера из своей банды. Субтитры сделал DimaTorzok. Пытаемся вломиться в фургон, который для нас заперт. Делаем это многократно. Нажимаем столько, сколько понадобится, чтобы союзный гангстер сел через вторую дверь, которая для него окажется открытой. И в момент, когда он садится, отпускаем его. Он сначала вышел из машины, а потом сразу сел обратно. И сел уже за руль. Отходим подальше, чтобы не распугать людей. И контрольный в голову и снайперки. Он выпал, и дверь оставил открытой. Что нам и нужно. Также простреливаем колеса у данных двух автомобилей, на всякий случай, которые будут за нами гнаться. Особой проблемы они не доставляют, но так будет еще проще. Ну а куда уж без этого-то. Долго ехать рядом с поездом не придется. Заезжаем на мотоцикле вот сюда, ну а дальше самый простой вариант. Прямо на нем, на мотоцикле, запрыгиваем на крышу поезда. Примерно вот так. Первая миссия в сельской местности, где нужно убить свидетеля. Гнаться за ним на мотоцикле, как это предусмотрено игрой, не придется. Для этого мы сначала крадемся вот так, прямо вдоль обрыва. по самому краю. Перед этой миссией не забываем еще раз проникнуть в аэропорт Сан-Фьерро, чтобы взять ракетную установку. Она нам понадобится и на этой миссии, и не только на ней. А конкретно сейчас, примерно вот здесь немного поднимаемся, и ракетной установкой уничтожаем автомобиль, чтобы свидетелю не на чем было убегать. Редактор субтитров, Субтитры сделал DimaTorzok Самая бесячая миссия с Каталиной тоже проходится легко и быстро. Вместо погони на неудобном квадроцикле быстро перелезаем через забор и ракету им в жопу. Всего одна и до свидания. Ну а дальше остается просто собрать все три чемодана, которые лежат рядом, и закончить миссию. Можно сделать вывод, что все основные лайфхаки разработчики не пофиксили. Наслаждаемся и проходим игру как хочется. Ну и не забываем подписываться на канал.